Парламент Ирана принял резолюцию о казни задержанных участников протестов, число которых по разным оценкам составляет 14 тысяч человек. Таким образом, иранские власти хотят преподать участникам оппозиционных манифестаций жесткий урок. В теме разбирался Шамистан Мамедов. Шамистан, еще раз добрый вечер. Что происходит вообще в Иране? Каждый день мы, как говорится, слышим новости все хуже и хуже. Что на этот раз? Здравствуйте, Тейлида. Действительно, в Иране неспокойно и причем уже давно. Итак, 227 из 290 депутатов парламента Ирана проголосовали за принятие резолюции о казни участников акций протестов, число которых составляет 14 тысяч человек. По информации иранских СМИ, по состоянию на начало ноября в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства силами безопасности 22-летней Махсе Амини, уже погибли 318 протестующих, в том числе 49 несовершеннолетних. Также были убиты 38 сотрудников сил безопасности. Иранский парламент обвинил США в организации протестов, финансировании и вооружении протестующих. По словам депутатов, проголосавших за принятие резолюции, молодежь попала под влияние эмоциональной пропаганды. В то же время о причинах протестов, гибели Махса Амини и жестокости полиции во время подавления акций парламентарии не упомянули. Комментируя данное решение, представитель судебной власти Ирана Масуд Сетаиши отметил, что депутаты приняли резолюцию, исходя из требований общественности. В отношении задержанных участников беспорядков вынесено 1024 обвинительных акта. В настоящее время общественность требует, чтобы власти расправились с протестующими твердым, решительным и законным образом. Парламент Ирана именно так и поступил, проголосовав за вынесение смертной казни всем задержанным протестующим, чтобы это стало важным уроком. Из 290 членов 227 проголосовали за резолюцию. Также накануне стало известно, что Корпус Стража Исламской Революции арестовал известного иранского адвоката Муставо Нили, который также принимал участие в антиправительственных акциях. Агенты гвардейской разведки задержали Нили в международном аэропорту Мехрабат в Тегеране. Другой известный адвокат Саид Дихкан, который, как полагают, находится за границей, подтвердил, что подтвердил его арест в своем твиттере. По словам Дихкана, Нили был одной из немногих надежд граждан против политической системы, которая является врагом юристов, а также против Корпуса Стража Исламской Революции, которые считают себя законом. Арест Нили стал очередным выпадом против представителей интеллигенции после 16 сентября. Именно тогда силы безопасности развернули массовую кампанию против деятелей культуры, журналистов и юристов. Это решение иранских властей не является чем-то принципиально новым. Каждый раз, когда по стране проходят массовые демонстрации, руководство Исламской Республики прибегает исключительно к каким-то репрессионным мерам. Вот это решение о том, чтобы приговорить к смертной казни всех протестующих, является в большей степени устрашением демонстрантов. Это стремление как-то снизить порыв протестующих, уменьшить число очагов протеста по всей страны. Многие люди доведены до отчаяния, нечего терять. И я не исключаю, что протесты будут продолжаться и где-то даже нарастать с новой силой. Пока неизвестно, когда будут проведены казни, однако никто не сомневается, что большая их часть пройдет публично. По состоянию на прошлый четверг число задержанных после протестов приближается к отметке 15 тысяч человек. Сотрудник фонда Корнеги Карим Саджатпур заявил, что за последние 8 недель иранский режим убил более 300 протестующих. Заключил в тюрьму почти 15 тысяч человек и угрожал коснить еще сотни. Но иранские женщины упорствуют. Студентки университета сняли хиджаб и скандируют, что они являются свободными женщинами. Базирующаяся в Европе правозащитная организация Human Rights осудила заявление депутатов, восприняв его как призыв к вынесению смертных приговоров. По данным правозащитников, десяткам задержанных в ходе протестов были предъявлены обвинения в борьбе с Богом и нечестивом поведении на земле, что карается смертной казнью. Примечательно, что внук лидера исламской революции Айаталлы Хамини Хасан Хамини в интервью иранскому сайту «Этамат» выступил с заявлением, что правительству лучше начать прислушиваться к людям. По его словам, самый разумный способ управления страной – это демократия, ориентированная на большинство. Другие способы предполагают гораздо больше ошибок. Внук Айаталлы, проживающий в Иране, таким образом намекнул на критику политической системы исламской страны. Также сегодня стало известно, что на высокопоставленного представителя корпуса стража исламской революции Али Шахмани, являющегося председателем Совета безопасности Ирана, оказывается давление со стороны консерваторов. Политические сторонники жесткой линии в стране обвиняют его в том, что Шамхани не смог подавить протесты. Иранский режим жестоко наказывает протестующих. Некоторые из них даже предстали перед судом. На данный момент ситуация в Иране очень напряженная. В любом случае, вместо того, чтобы обращать внимание на законные требования народа, власти этой страны выбирают такие методы. Этим они пытаются напугать людей, заставить их замолчать. В сложившейся ситуации у народа Ирана больше не осталось веры в правительство. Он беспокоится за свою безопасность и за свое будущее. Телли, как мы видим, в Иране каждый день протесты, каждый день похороны протестующих, потому что они подвергаются насилию, их убивают. Столько человек скоро приговорят к смертной кастине, как мы видим. Действительно чудовищная ситуация. Спасибо большое. О событиях в Иране рассказал Шамистан Мамедов. Продолжение следует...